Рома Субботин в эфире! Всем привет, друзья! И сегодня мы посмотрим новые криповые истории! Прям свежачок вышло несколько минут назад. Видео называется «Не закрывай глаза». Могу сказать, что предыдущие две криповые истории были неплохие. Я хочу, чтобы автор держал, так сказать, планочку. Обязательно ставь лайк, подписывайся на канал, для кого здесь стоит кнопочка, и все ссылки на социальные сети у меня есть в описании. Тикток, Инстаграм, подписывайся. Для детей старше 13 лет, ну мы это уже поняли. Марина шла после занятий домой. Эти бальные танцы занимали довольно много времени и сил. Поэтому она шла, как будто на автопилоте и ничего не видела перед собой. Она похожа на какую-то актрису, ребята. Потом она свернула на свой переулок. Блин, подождите, стой! В чем тренд заключается? Вот последний, вы запомнили, да, та история в метро? Нам тоже сразу же с первой секунды показали монстра вот в этом метро. И тут так же. Что это за чертовщина? Посередине улицы кто-то стоял. Что это? Судя по чертанию, это была женщина, но огромного роста. Она стояла и не была. Окей! Окей, то есть нас уже не пытаются пугать. Нам прям вот сходу показывают страшилку и говорят, пугайтесь! Марина решила не смотреть больше в ее сторону. Нифига она испугалась! Повернулась к своему подъезду. Она открыла дверь магнитным ключом, и когда закрывала ее, решила все-таки еще раз глянуть на эту странную жизнь. Зачем? Зачем? Ведь теперь Марина была уже в безопасности. Да, конечно, да. Мы помним у тех же самых криповых историй, истории, где нападения случались в подъезде. И даже дома. Но та женщина была уже намного ближе к ней. Ее поза совершенно не поменялась. Но она каким-то невероятным быстрым образом приблизилась к ней. Так, хорошо. Марина поспешила закрыть подъездную дверь и забежала в свою квартиру. Закрыв на замок дверь и отдышавшись, она медленно подошла к окну, который выходил... Ааа, я ее вижу, я ее вижу! Она тихонько отодвинула штуру. Эта дожуте пугающая высокая женщина стояла возле ее окна. Пожди, стоп. Как они определили, что это женщина? Это вообще бесформенное существо неопределенного пола. Как вы это определили? Этот безумный взгляд, огромные белые глаза, которые совершенно не моргали, и перекошенные гримаса до дрожи пугали ее. Марина хотела вызвать полицию, но потом передумала. В смысле? Не может сделать это худая сумасшедшая женщина, ведь она теперь в надежном укрытии дома. Лучше выпить пару таблеток у спины. Он так это говорит? В надежном укрытии дома, но на самом деле нет. Стоительных и лишь до утра поспать. Она легла в кровать и провалилась в глубоком сне. Она проснулась от того, что что-то щекотало ее по лицу. Это усики? Окей. Как эта сумасшедшая оказалась тут? Она двигает только, когда я ее не вижу. А-а-а-а! Это всего лишь сон. Вот в чем заключается загвоздка-то этого существа. Главное не моргнуть. Не закрывай глаза! Это сон. Это снотворное такое сильное. Нужно поспать. Снотворное. И этот кошмар уйдет. Не знаю, ребят. Я бы поставил этой истории 3 из 5. Если вам понравилась реакция на это видео, поставьте лайк. Подпишитесь на канал. И переходите в мои социальные сети. Там есть новые фотографии, новые клипы. В общем, жду вас там. Продолжение следует.